есть но там спорно такого размера такой вот такой источник света дает все знают острый свет вот такой дает мягкий свет но если я такой источник света понесу вот вот так вот а этот источник света отнесу на 500 метров то они радикально поменяют свое соотношение поэтому очень важно кроме того что размер источника света очень важно расстояние до объекта освещаемого из этого строится основной принцип понимания потому что очень многие фотографии берут вот такой вот softbox ставит его на расстоянии 4 метра и потом думают а почему я не мягкое освещение почему я не могу получить мягкого красивого света потому что этот свет нужно ставить максимально близко к модели настолько насколько вам позволяет кадр оленька всегда помнится об этом что если в этого не понимаете вы не понимаете вообще свет что вы с ним делаете понимаем давать еще значит две основных составляющие которые вам позволяют получить результат размер источника света покой там или какой и удаленность от объекта вы знаете прекрасно какого размера солнца да и знаете какой свет дает солнце очень острые резки только лишь потому что находится очень далеко обычное окно которое размером 3 на 4 метра когда ты к нему подходишь дает очень мягкий хороший свет удаленность размер и удаленность вы это понимаете вы это знаете уже можете что-то с этим делать этого вам не расскажет никто нигде ни в одном учебнике даже почему-то этого не пишут это повторить в общем-то естественное освещение природное ну что природа это самый самый естественный свет и и наша задача повторить или как-то его улучшить ну что бывает такие скажем какие-то природные освещения которые мы смотришь ну что как же так как получалось начинаешь анализировать оказывается там где-то еще свет отражался от воды и там получился какой-то блик еще да и вы всегда должны очень грамотно внимательно наблюдать и анализировать как свет почему он так получился вот звука отражаться вот тоже самое и студия это идеально если у вас черные стены и вы уже сами решаете откуда и как свет пойдет потому что даже здесь в этой студии мы имеем артефакты вот вспышка вспыхнула она отразилась от фона она пошла в потолок она туда-сюда но создал уже за какой-то некий заполняющийся с которым вы ничего сделать можете просто ничего не можете исправить поэтому идеально если вы делаете какую-то студию или вы работаете где-нибудь попробуйте максимально избавить себя от артефактов белых стен даже от белого потолка иногда полезно избавиться и ставим туда обычный рефлектор вот такой я поставлю сейчас специально вот такой рефлектор немножко длиннее для того чтобы рассказать еще об одной об одной очень важной говоря на на сленге примочки да вот этот свет антон будь добр выключи там я не буду снимать потому что как бы ну вам будет просто так наверно будет понять не видно вот смотрите вот сейчас у нас свет он очень острый он дает нам острую тень до берем и с лишним и та же история чем она дальше будет до чем это тень будет острее да вот здесь я вам покажу еще один еще один прием который мало кто пользует реально хотя очень мало понимаю почему есть вот такие вот соты для чего они нужны они ограничивают поток света до какого-то ну пучка ну сейчас у нас есть у вас цифровая камера просто не игнорируйте флажметра ну что ты смотришь на камеру я я уже умею больше богатый опыт вот до недавно как там снимал какую-то картинку думаю что я положил не буду померил белый свет на пол дырки ошибся и все у меня весь весь силуэт весь пошел через свет ну типа да сейчас посмотрим вот кстати видите сейчас изменение я поменял на 30 сантиметров и на 40 сантиметров я изменил место положения нашего источника света это кто это не то где картинка то вот так этот я этот портрет уберу чтобы он нам не мешал так спасибо и есть куда-то сюда на два раза на домах и спасибо ходить так но смотрите да вот этот цвет да то есть я сейчас вот вот эта картинка это было предпоследнее и последнее я поменял источник света всего лишь на 30 сантиметров разницу видите и 30 сантиметров как вы понимаете не так много а картинка смотрите какая и тут вы уже просто выбираете какая какой результат вам больше нравится я предлагаю нам вернуться вот в эту схему не сюда а сюда и продолжить уже освещение там вот тем контр и контровым освещением который нас там было ну не 30 сантиметров на самом деле немножко побольше метров 50 наверное так теперь включаем этот это контровой свет который нам позволит получить силуэт и оторвать модель от от фона опять же в том случае если фон например очень черный вам я помню мы замеряли его другую сторону посмотрим что мы неправильно сделали видеть сейчас вот явно что это слишком перебор да саша сделай пожалуйста там а там если там скажем на двойке стоит левое колесо то на единицу туда хорошо давай ставим так так я сброшу еще раз ну давайте проанализируем вот посмотрите да это две дырки разница я бы наверное даже еще чуть меньше сделал все равно много да давай на единицу и до конца да да на единицу вот так наверно да так ну давай смотрим теперь еще ну вот ну давайте пройдемся от начала да то есть у начала у нас было чистый лист бумаги потом осветили личико один один источник света потом дали объем на право на правой стороны это мы пробовали сменяли меняли 1 направление если как бы в принципе уже даже если мы если мы работаем с каким-то например костюмом где нам нужно показать фактуры например или показать ну принято на на платье может быть даже это будет лучше чем предпочтительнее чем например ну хотя он такой более 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 красивый ухода да и вот это мы делали контровой который нам контровым работает на на силуэт понять поняли у нас есть понимание что слишком много сделали последний такой здесь опять же да если у нас есть какие-то дополнительные скажем аксессуары ли что-то еще здесь мы можем поставим спут тогда еще на фон с фоном давайте поработаем вот давайте кто у кого есть какие предложения куда мы поставим фон вот спот то есть кнопка композиции да вот у нас смотрим вот у нас вот есть такая картинка . кто кто считает куда нужно нам поставить спот посмотрите фотографии красивой и фотографии по позиции нет ты и фотографии и один из простых принципов построения композиции когда вы делаете что да вот антон сегодня уже говорил что мы читаем слева направо да и композицию мы воспринимаем тоже слева направо Почему? Потому что если она слева направо, и позитивный график сверху вниз. Вот как раз пример. Опять же, математика. Во всем математика геометрия. Совершенно верно. Слева снизу, вправо наверх. Это позитивный график построения композиции. Как только вы меняете, то у вас сразу отрицательный график. У вас все падает вниз. И поэтому здесь правильнее всего будет нам поставить спут где-то с этой стороны. Вот где-то здесь. Он тогда нам двинет композицию вправо чуть-чуть. Она сейчас зависает. Она более-менее центральная. Центральная композиция. Но если мы двинем сюда, спут поставим, мы ее двинем вправо.